Моего близкого, знакомого человека, вижу я, я говорю, сына, как за... У нас обычно так спрашивают, отца знаешь, твоего друга, сына же, тебе интересно узнать? Он говорит, Мухаммад Акрам зовут. Почему ты его, Мухаммад Акрам? Ну, сразу вспомнил Мухаммада Акрама и хотел узнать связь. Он, говорит, моим хорошим другом был, моим учителем был, поэтому, говорит, его именем называли. Кто его заставил, ну, это любовь, это, конечно, очень многого стоит. Чем раньше, больше у меня появилось уважение, любовь к этому парню. За то, что я Мухаммада Акрама хорошо любил. Мухаммад Акрам Биерсланов родился в 1973 году в селе Губден. Медресе, главное дело своей жизни, он основал, когда ему было всего лишь 22 года. В Медресе, наряду с обучением всем религиозным наукам, обучают и чтению Корана. Хафизы из губденского Медресе часто занимают победные места на конкурсах. Это кабинет Мухаммада Акрама, он здесь посещал и с ночевкой оставался. Почему? Потому что с утра он ночью, после ночи намаза, позже намаза урок давал. Таажут намаз стояли, они урок давали. Поэтому и кабинет, и у него комната отдыха, получается, это кабинет. А вот это пакистанский джаза, который Мухаммад Акрам получил, когда закончил наизусть Корана. Потом после этого поехал в Сирии, все от Сирии тоже получил. Вот Мухаммад Акрам Биерсланов, сын Мухаммад Расула. И так же здесь, здесь она, вот Мухаммад Акрам в Дагестане, Мухаммад Расулла, сын Мухаммад Акрам. Оба джазы у него. С малых возрастов он начал у Мессиха Алима учился. Когда вырос в Сирии, он уехал учиться в Пакистан, он закончил оттуда Хевсу-Куран. Потом вернулся оттуда, основал это наше мадреса. Потом еще раз поехал, укрепил Куран, получил джаза. И обосновался здесь. Это мадреса у нас два в одном и изучает альмы и Хевсу-Куран. Мы знаем сегодня, в Мадреса, где основал Мухаммад Акрам Биерсланов, обучаются не только односельчане, не только из этой республики, даже из других республик. Мы знаем также, выходцы именно из этого мадреса становятся призерами не только в республике, не только в нашем государстве, даже во всем мире. Создание медресе Мухаммад Акрам продумывал тщательно. Каждый его элемент работает и по сей день. Спортзал, футбольное поле, площадка для волейбола. А в богатой библиотеке, не только традиционной, но и электронной, хранятся ценные материалы, как религиозного, так и светского содержания. Преподают в Медресе, педагоги, которые работали здесь еще при жизни Мухаммада Акрама. Собираются, как и прежде, всем коллективам по субботам. Обсуждают и решают задачи, стоящие перед образовательным учреждениям. Приносить пользу, служить людям, творить добрые дела. Многие выдающиеся люди своего времени руководствовались именно этими принципами. Намерением Мухаммада Акрама Биарсланова было приносить пользу после себя долгие годы. Каждый год в память о нем в Губдене проводятся конкурсы по чтению Корана наизусть. По улице, названной в его честь, идут на урок многочисленные мутаалимы и несут слово истины дальше. Мы проводили здесь конкурсы ежегодно после шейха Мухаммада Акрама Рахима Аллаху. Уже 6 лет проводили мы конкурсы. Первоначально были в районе конкурсы, потом мы начали на уровне республиканских уровня. Он, Мухаммада Акрама Рахима Аллаху, возвращался отсюда домой. У него дом недалеко отсюда, мы вместе жили. И Мухаммада Акрама Рахима Аллаху зашел домой и начали за него стрелять сзади. И дошел, где мат есть, и даже мат говорила, оставьте меня, не убейте его. И стреляли на него. Как можно человек, на Иисус Хоран знающий, основатель такой мадреса, который изучает хадис, эльм, изучает, ездит на дава, таблих ездит. И этого человека перед матерью, такой прекрасного человека, как можно убить. Он уезжал учиться с большим рвением и желанием. С учебы приехал исхудавшим. Был очень благонравным и уважительным по отношению ко мне. Даже не знаю, что сказать. Так непредвиденно все получилось. Он повторно выезжал обучаться на 3-4 года. Именно то место, где сегодня находится мадреса в селении Губден, это было собственностью одного человека, али Махафида, аглю Тасауфа по имени Сурхай Хаджи. Рахима Аллах. Когда власть отобрала у него эту землю, его дочь по имени Гастаман, Рахима Аллах, обратилась к своему отцу и сказала, «О мой отец, если советская власть вернет обратно наши земли, у нас есть красивый дом». И он сказал, «О моя дочь, когда наша земля вернется к нам, это место я сделал влаф для мадреса». И по истечении 70 лет, когда уже возвращали земли, и Мухаммад Акрам, будучи молодым, субханаллах, молодые ребята сегодня чем занимаются? А этот парень, узнав об этом, начал искать эту женщину по имени Гастаман, нашел, узнал наверняка, что это место, именно влафу сделанное для мадреса, начал воздвигать это учреждение. Семейный человек, очень любил свою семью. У него три дочери, после третьего ребенка у него родился сын, как раз в этот момент 9 месяцев. Мухаммад Акрама Биарсланова убили в 2013 году. Ему было 39 лет. Он прожил короткую жизнь, в течение которой многое успел сделать. Такие люди, как свет во тьме, озаряют путь людям вокруг и прокладывают дорогу к истине, порой ценой собственной жизни. КОНЕЦ